Одна из самых страшных аварий произошла в ночь на 26 июня в Курске. На проспекте Плевицкой «Лада Приора» неслась на бешеной скорости и въехала в опору линий электропередачи. От удара машину разорвало на части. В салоне находились пять человек. Две девушки 19 и 20 лет погибли на месте. Ещё два пассажира ранены. О 19-летнем водителе информации нет. Роман Старовойт отметил, что хоть за пять месяцев 2022 аварийность на дорогах снизилась на 20 процентов, необходимо усилить меры безопасности. У нас цель – ноль погибших на дорогах региона. Ноль погибших должно быть. Ноль раненых. Очень амбициозная задача, но все средства, которые тратятся на приведение в нормативное состояние дорожной сети, строительство дорог. Основная цель – это повысить безопасность. Внимание и к безопасности на воде. В этом году лето жаркое. Реки, озера и пруды как магнит притягивают курян и особенно детей. Спасатели в очередной раз напоминают родителям не оставлять их без присмотра. А Михаил Горбунов вообще предложил вести в школах бесплатные уроки плавания. Мы много делаем, строим школы с бассейнами и так далее, комплексы спортивные. И я предлагаю посмотреть, надо в обязательном порядке включать в уроки физкультуры обучение плавания детей. Это очень важно. К другим темам в Курске продолжается реконструкция здания мужской гимназии. Там расположатся экспозиции краеведческого музея. До конца года там должны заменить кровлю, чтобы можно было работать и зимой. А в поселке Северный в 2023 году построят два детских сада на 150 мест каждый. Микрорайон молодой, развивается очень много молодежи и детей. Там существует у нас дефицит как раз мест детских садов. Информация для фермеров. В Соловином крае можно надоить на Ниву. На Коренской ярмарке дали старт конкурсу «Курская буренка-2023». Жюри выберет лучшую молочную корову. Главный приз – автомобиль. За серебро и бронзу деньги – 500 и 100 тысяч рублей.